В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как войти в рабочий ритм? Советы психолога. Рождество Христово. Православный мир отметил один из главных праздников. Борьба на равных. Хоккейный клуб «Саров Инвест» провел очередную домашнюю встречу. Далее расскажем обо всем подробно. Выход на работу после 10-дневных новогодних каникул может превратиться в настоящее испытание. Депрессия, вызванная окончанием продолжительных праздников и необходимость возвращаться в прежний жизненный ритм, знакома многим. Чтобы справиться с хандрой и как можно быстрее настроиться на продуктивную работу, достаточно следовать простым рекомендациям специалистов. Первый рабочий день после длительных новогодних праздников для многих становится одним из самых тяжелых в году. За 10 дней отдыха сбивается режим, образ жизни становится менее активным, а желаний выходить на работу все меньше. Способы справиться с послепраздничной хандрой у каждого свои. Прекрасное мироощущение. Не забрасывало спорт. Обычный образ жизни. Спорт, спорт, еще раз спорт. Да, Ленечка, так вот, да? Да, ну да. Режим, да, соблюдать, да, Ленечка? Да, правильное питание. Надо просто так отмечать, чтобы восстанавливаться не пришлось. Чтобы избежать плохого настроения в первые рабочие дни, важно правильно себя замотивировать и поставить цели на предстоящий год. Всегда полезно прислушаться к себе и спланировать то, каким будет новый отрезок жизни. Психологи советуют руководствоваться принципом постепенности и не взваливать на себя много дел в первые послепраздничные дни. Вообще считается, что адаптация после отпуска, после таких вот длительных праздников, она, ну, занимает где-то примерно дней 5 неделю. И нужно себе дать это время. Это не значит, что бездельничать всю эту неделю рабочую, да, это тоже не выход. А просто начинать с каких-то подготовительных мероприятий. Не знаю, там, разобрать на столе у себя, да, на рабочем, там, поменять календарь, как-то, какую-то перестановочку, может быть, сделать, да. Обсудить с коллегами прошедшие праздники, стараться как можно чаще чередовать виды деятельности в рабочее время, отдыхать и организовывать свой досуг в свободные часы. Все эти способы в сочетании с правильным питанием и умеренными физическими нагрузками позволят восстановить прежний рабочий ритм. В силу того, что выделяются эндорфины, да, гормоны радости и счастья, естественно, когда вот мы физическими упражнениями занимаемся, делаем, да, и это помогает вот именно нашу психику держать в таком балансе, да, не давать проваливаться вот в эти какие-то грустные или там неприятные негативные переживания, да, а удерживать. То есть это, естественно, такой стимулятор нашей работоспособности и нашего хорошего настроения. Новый год, по мнению специалистов, отличное время для того, чтобы начать что-то новое, открыть в себе скрытые таланты, иногда даже сменить вид деятельности. Главное прислушиваться к своему внутреннему голосу и не стесняться обращаться к психологам. В ночь 6 на 7 января весь православный мир отметил Рождество Христово, один из самых главных христианских праздников. В этот день заканчиваются рождественские посты, начинаются святки, время от Рождества до Крещения Господня. На праздничную рождественскую литургию в Свято-Тройский Серафимов-Дивеевский монастырь традиционно съехались паломники со всей страны. В рождественские дни Дивеевская обитель преображается. Вокруг сверкают праздничные огоньки, установлены световые фигуры, украшены елки. Повсюду можно увидеть сцены из Евангелия. Насладиться этой красотой приезжают тысячи паломников с разных уголков нашей страны. Во-первых, это такой замечательный праздник, душевный, семейный, теплый, радостный. Сегодня такой прекрасный день, день свечельника. Сюда просто, наверное, каждый человек должен приехать в такую красоту, посетить это святое место. Здесь очень красиво, здесь вообще очень такое место, где очень много было и святых и жило, и вообще святых немного. И храм очень красивый. А к Рождеству всегда украшают уже недорого. Нигде так больше я еще не видел пока. Эмоции на всю оставшуюся жизнь, но это вот здесь восхитительно, я не знаю, бесподобно. Просто великолепно. Такое не забывается. Я здесь впервые, но такого я еще не видел. Для всех, кто в Сочельник приехал в Дивеево, Рождество – главный праздник, пронизанный добротой и светом, который приносит благодать. Очень такой торжественный праздник. Ну, я не знаю, он очень значимый, но как-то в душе. И вот описать словами, честно говоря, я, наверное, не смогу. Рождение что-то нового, рождение Иисуса Христа, начало новой жизни, как бы радость, красота. Всю жизнь мы справляли Рождество еще в детстве. Всегда наши бабушки молились, и мы всегда с радостью встречали этот праздник. И, насколько я помню, я вот вышла замуж, у них вообще Рождество считалось великим праздником. Верующие считают, что в рождественскую ночь открывается небо, и небесные силы исполняют все добрые пожелания, которые задумывают христиане. А впереди у православных еще один значимый праздник – Крещение Господне. Прием документов на зачисление в первые классы в наступающем учебном году начнется 1 февраля в 10 часов утра. Заявление можно будет подать через портал государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре или непосредственно в школе. Дети, которые проживают на территориях, закрепленных за гимназией номер 2 и лицеями номер 3 и 15, будут зачисляться в Центр образования по адресу улица Куйбышева, дом 1. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области начала работу горячая телефонная линия по вопросам сбора и вывоза мусора. Об этом сообщает в Государственной жилищной инспекции региона. Нижегородцы могут обращаться по вопросам несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов, переполнения контейнеров и неудовлетворительного содержания контейнерных площадок по номеру 8 831 430 79 19. В детской поликлинике предупредили об изменениях. С этой недели вызвать врача на дом можно с 7 до 13 часов. Оставить заявку можно по телефону 905 47 для поликлиники на улице Курчатова и 7 7100 при обращении в больницу на проспекте Мира. После 13 часов медицинское обслуживание больных детей на дому осуществляется отделением скорой медицинской помощи. Туда можно дозвониться по телефону 03 103 и 112. Вступили в силу новые тарифы ОСАГО. В соответствии с указанием Центробанка минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц устанавливается в размере 2746 рублей. Верхнюю границу повысили до 4942 рублей. Помимо этого новые правила предусматривают разделение водителей на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Раньше таких категорий было 4. Также изменится система предоставления скидок за безаварийную езду и надбавок за аварии. Соответствующий коэффициент будет присваиваться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. По оценкам Российского Союза автостраховщиков, в результате реформы средняя цена полиса увеличится примерно на 5%. Хороводы вокруг елки, сладкие подарки и спектакль. В Центре культуры и досуга в НИЭФ в 11 раз прошел новогодний праздник для приемных и опекаемых детей. Актеры театральной студии «Люкс» представили юным зрителям постановку о приключениях Элии и Татошки «Волшебник изумрудного города». Мальчишки и девчонки провели несколько незабываемых часов в атмосфере сказок и волшебства. Под мелодию знакомой песенки началось театрализованное представление «Волшебник изумрудного города». Вместе с главными героями сказки Элии и ее верным другом Татошкой ребята отправились в увлекательное путешествие к мудрому Гудвину. А создавать новогоднее настроение детишкам помогали актеры театрального коллектива «Люкс». Очень хорошо, что такие мероприятия устраивают, показывает не безразличие со стороны старших. Новогодние праздники для детей, которые остались без попечения родителей, в Центре культуры и досуговнеев проводятся уже давно. Сотрудники Федерального ядерного центра и неравнодушные горожане каждый год готовят для ребят подарки. Традиция собирать денежные средства зародилась 8 лет назад. В этом году точно так же собирались благотворительные средства, точно так же они будут перечислены на расчетные счета ребят, и точно так же будут приобретены, конечно, подарки и вам, и другим ребятам. Как всегда это делается. Это событие мы считаем важным и готовимся к нему практически целый год. И прекрасно то, что в этом процессе участвует весь институт и еще целый ряд далеко неравнодушных граждан. В конце праздника каждый ребенок получил от Деда Мороза мягкую игрушку и сладкий подарок. В новогодние каникулы в нашем городе проходит множество концертов, тематических встреч и праздничных мероприятий. Участники клуба любителей за боговодство «Акбар» провели традиционное док-шоу, в программу которого вошла выставка домашних питомцев, театрализованная постановка с участием четвероногих конкурсантов и мастер-классы. Также работала фотозона для всех желающих. Подробности далее. Всем участникам на выставке предстояло пройти несколько этапов. Краткая характеристика пороз, цирковая трассировка, а также показ функциональных комбинезонов и тематических костюмов. На площадке один за другим появлялись четвероногие питомцы в образах снеговика, Деда Мороза, снежной королевы, льва и символы этого года поросенка. Это у нас символ года. Она у нас была уже и петухом, а как-то один год тоже символом года. В прошлом году она была с собакой, тоже символом года. Просто прикольно. Маленькие собачки для квартиры, большие псы для частного дома. Это самые очевидные критерии выбора четвероногого друга. Но есть и другие параметры. Например, йорки очень контактные. Таксы же напротив сойдутся не с каждым человеком. Но уж если вы им понравитесь, это будет дружба на долгие годы. Зная характер породы, проще определиться с питомцем. И такие выставки, как Дукшоу, помогают ближе познакомиться с собаками. Чаще всего берут собаку не по своему характеру, еще куча всяких критерий, а именно по внешнему виду. Это неправильно, потому что потом начинаются проблемы, потом собаки на улицу попадают или хуже всего еще что-то с ними случается. Поэтому здесь все-таки мы даем характеристику и советуем те породы, которые надо. По итогам конкурса победителем стал лабрадор Вик, который предстал перед зрителями в костюме Деда Мороза. Всем участникам вручили памятные дипломы. Зажигательный ритм и завораживающая атмосфера и проникновенный джаз. В ресторане «Прайм» выступил известный саровский коллектив джаз-бенд «Дяди Вовы» со своей программой «Рождественский джаз». Музыканты и вокалисты исполнили для посетителей известные и малознакомые композиции знаменитых композиторов и исполнителей. Вокалом Анастасия Шевлягина занимается уже около 10 лет. В ее репертуаре песни на разных языках и самых различных музыкальных направлений и стилей. Около трех лет назад она попробовала себя в джазе и влюбилась в него раз и навсегда. По мнению Насти, джаз – самый озорной жанр среди всех остальных. Именно в нем есть возможность для импровизации и музыкального самовыражения. В своей творческой карьере она равняется на Эллу Фитцжеральд – культовую джазовую певицу начала 20 века. Как это объяснить? Женщина нигде специально не обучалась, то есть это ее природный талант. И в нашем концерте сегодня будут исполняться ее песни, мы, кстати говоря, тоже, да. Джазовый концерт в ресторане «Прайм» собрал полный зал. Специальную рождественскую программу музыканты джаз-бенд «Дяди Вова» не готовили, но постарались сделать вечер по-настоящему праздничным. Есть целый блок русских песен о зиме, о любви, о Новом годе. Та же пьеса «В лесу родилась елочка», но сделанная в джазе. Поскольку джаз-ансамбль, мы все пытаемся делать в своем стиле. Даже известную пьесу мы все равно немножечко меняем аранжировку и делаем так, как никто до нас не делает. Первый концерт коллектива джаз-бенд «Дядя Вова» прошел в ресторане «Прайм» с огромным успехом. И этот эксперимент было решено повторить на Рождество. Жителям города такой формат отдыха пришелся по душе, а значит джазовые концерты на этой площадке будут продолжаться и впредь. Не получилось взять реванш. В рамках игр второго круга чемпионата области высшей лиги хоккейный клуб «Саров Инвест» принял на своем льду Держинский уран. Команды уже встречались в ноябре прошлого года и хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. Как прошел очередной матч, расскажем в следующем репортаже. Высокие скорости, результативные атаки и мастерство вратарей обеих команд. «Саров Инвест» в втором круге чемпионат области провел домашнюю встречу с Ураном из Держинска. Действующий чемпион области и в этом сезоне занимает лидирующие позиции в турнирной таблице. Но на родном льду хоккейсты «Саров Инвеста» не дали гостям расслабиться и с первых минут показали решительный настрой на победу. «Команда хозяев доминировала, скажем, в первом периоде, а где-то во втором периоде переломили, немножко перестроились. Поэтому чуть-чуть где-то создали больше моментов и, соответственно, реализовали». Первый гол в матче с передачи Андрея Калашникова забил Игорь Поздов. Хоккеисты из Держинска буквально через пять минут сравняли счет. Нападающие обеих команд попеременно проводили атаки, но защитники и вратари раз за разом спасали ворот от шайб. «Соперник, кстати, очень хороший, достойный, мобильный, быстрый, очень хорошо двигался, очень хорошо комбинировал, создал много моментов». Еще одну шайбу ворота соперников хоккеисты «Саров Инвеста» забросили в третьем периоде. В заключительном отрезке игры соровчане не смогли переломить ход игры и пропустили в свои ворота третью шайбу. Последние минуты матча соровчане провели у ворот соперника, пытаясь пробить защиту и сравнять счет. «Мы поднажали, да, нам уже не было, нечего было терять, нам надо было сравнивать. Видите, мы сравняли, все там нормально, и в концовке, видите, пропустили этот гол, потом опять побежали, но уже не хватило времени». Игра закончилась со счетом 2-3 в пользу «Урана». Следующую встречу хоккейный клуб «Саров Инвест» проведет уже в эту субботу, 12 января, на выезде с командой из города Павлова. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok